При этом даем без границ. Сегодня будем делать обвеску для стейджа, вернее не изготавливать, а крепить ее на стейдж. Что нам понадобится? Собственно сам слинг обвески, сделан кусок веревки, два карабина, здесь узел, здесь узел, кусок старого шланга среднего давления. Нам понадобится либо хомут самозатягивающийся, либо ремень, резинки, банджи, ну и регулятор, и отвертка. Итак, как это все собирается? Смотрите, одеваем. Карабин должен находиться примерно в том месте, где заканчивается закругление баллона. Располагается под углом примерно 45 градусов к вентилю, к рукоятке вентилю. Снизу, чтобы было проще, я закреплю ремнем. Ремень специальный, короткий, заказывал в ОВЛ. Не знаю, есть ли у каких-то производителей, наверняка есть короткие ремни, ну или можно специальный хомут тоже из нержавеющей стали, я его одел в шланг, в кусок шланга, чтобы он меньше повреждался, и чтобы не повреждал снаряжение, особенно гидрокостюмы мокрого типа, которые он в принципе может поцарапать. Давайте соберем это на ремни. Пускай вниз. Чтобы пряжка не терлась, а наш костюм, а наше снаряжение мы ее разворачиваем. Вот так. Натягиваем. И после еще чуть-чуть повернем. Защелкиваем. Как определить, на какую длину должен быть свободный конец, это зависит индивидуально от каждого. То есть у кого более крупное тело, этот конец должен быть больше. Вы это сами отрегулируйте, попробуйте, когда присоедините, посмотрите насколько. Если он слишком длинный, баллон будет свисать очень низко. Поэтому длина индивидуальна. Для меня вот такая длина вполне подходит. Дальше. Один из банджи мы одеваем вниз, под карабин. Один из банджи, который у нас основной держащий. И последний вверх. Освобождаем. Вот так. Далее. Далее крепим регулятор. Смотрите. Это обычный регулятор, но шланг для него используется как для автопуса. То есть это шланг длиной 1 метр. Почему? Потому что короткий шланг вам не позволит удобно протрассировать его под водой во время плазания. Короткий шланг будет у вас проходить... Вы не сможете его проложить через голову. То есть он должен прокладываться вот так, когда вы из него дышите. У вас короткого шланга не хватит. У вас все время будет голову выворачивать в эту сторону. Потому что шланг будет у вас за баллон, будет за шланг тянуть. Поэтому шланг нужен вот так вот. Манометр на коротком шланге. Крепим. Шланги у нас идут вертикально вниз. Далее смотрите внимательно. Мы крепим каким образом заправляем шланг под все резинки. Здесь вот ничего не должно болтаться. Видите, как за загубник его прижимается. Вот так вот. Ничего не должно мешать. Шланг манометра можно поставить так. Я лично предпочитаю так. Мне удобно. Многие делают это, крепя его к регулятору, чтобы можно было сразу видеть, что он показывает. Крепится вот непосредственно сюда к регулятору. Можно прикрепить либо куском веревки, либо резинкой. Так. Вот так вот выглядит конфигурация стейджа. Дальше. Как стейдж подсоединяется? Подсоединяется он у нас на D-кольца подвески. Соответственно, начинаем подсоединение всегда с верхнего карабина. Верхний карабин на верхнее D-кольцо, нижний карабин на нижнее D-кольцо. Где должны быть расположены D-кольца, если мы используем, в принципе, стандартную техническую подвеску, то верхнее D-кольцо у нас должно быть расположено на уровне плеча, вот здесь вот, чтобы удобно было цеплять. А нижнее D-кольцо вот здесь вот, на боку, ровно посередине. Каждый, опять же, под себя регулирует, потому что фигура у всех разная. Кому-то здесь надо больше стропы от спинки, кому-то меньше. Вот здесь вот он должен быть. Итак, первым всегда подсоединяем верхний, вторым нижний, отсоединяем в обратном порядке. Сначала нижний, потом верхний. Дальше. Когда мы плаваем, помните, стейдж всегда закрыт. Стейдж открывают непосредственно перед использованием. Процедуру включения стейдж я вам сейчас показывать не буду, потому что это глупо показывать на случай. Но, тем не менее, стейдж надо еще уметь правильно включиться и уметь им правильно пользоваться. Что значит правильно включиться? Ну, во-первых, до сборки вы всегда анализируете стейдж, что в нем находится. Далее, вы обязательно маркируете его. Потому что, ну, понятно, если у вас один стейдж, и кажется, зачем маркировать, вы же никого не собираетесь его давать. То есть, сами будете использовать, для себя делаете. Но если вдруг вам понадобится кому-то оказать помощь, человек должен быть уверен, что в этом стейдже то, чем он может дышать. Поэтому хорошей практикой является маркировать, написать максимальную глубину использования. Вот здесь вот сделать наклеечку с цифрой, максимальную глубину использования. Просто цифру там, например, 66 метров для воздуха. Да? И все. Человек подплыл, который обучен, который знает, как пользоваться. Он увидел 66, все, посмотрел на свой компьютер, там, допустим, 30 метров, без проблем, взял и начал дышать. Вот. А если в стейдже что-то другое, и на этой глубине дышать нельзя, то есть, он посмотрел, ага, тут написано 21 метр, у него 30, все, он не может у вас его взять, потому что, если он будет из него дышать, то, скорее всего, он получит кислородную интоксикацию. Итак, что еще по стейджу? Как я сказал, всегда закрыт. Да? Прежде и всегда стейдж находится, когда вы плаваете под давлением. На это надо внимание обращать и периодически смотреть, чтобы манометр показывал давление. Если стейдж нет под давлением, регулятор не под давлением, то у вас вода проникнет через вторую ступень, продавит в первую ступень. Вы зальете регулятор. Ну, в принципе, ничего не страшного для одного раза, да, он работать будет, но в дальнейшем регулятор будет... Ну, то есть, вы занесете в него воду, это будет коррозия, это будут отложения, и регулятор придется обступить. Поэтому стейдж всегда под давлением, всегда закрыт. Плаваете, посмотрели, если давления нет, открыли, закрыли и плывете дальше. Так, как использовать? Первое, что вы должны уйти перед использованием, то, что вот эта маркировка соответствует глубине, которую вы можете использовать, да? Второе, всегда учитесь сами и учите своих студентов то, что перед тем, как использовать, стейдж надо открыть. То есть, первое действие в вашем случае открыть стейдж. В техническом дайвинге используется немного другая процедура, если хотите, могу вам сейчас рассказать. То есть, там первым действием будет, ну, естественно, точно так же посмотреть, убедиться, что глубина подходит. Достать, посмотреть на манометр и сбросить. Убедиться, что вы достали регулятор именно из того стейджа, который вам нужен. Ну, это в техническом дайвинге, потому что там их может быть несколько. После этого еще раз открыть, убедиться, что давление есть, проложить, да? То есть, стейдж у нас будет только с этой стороны, да, и прикреплен вот так вот. Да, кстати, не рассказал, почему карабины вот здесь прикрепляют таким способом, да, стейдж будет висеть у вас так, и шланги будут защищены от зацепания, от зацепов и от повреждений, когда он собран будет, просто висит у вас на подвеске. Итак, проложили, убедились, что газ подается, еще раз убедились, что глубина соответствует маркировке, и после этого начали дышать. Предварительно, естественно, вам надо будет показать напарнику, что вы переключаетесь, но это процедуры технического дайвинга, для рекреации они не нужны. В рекреации для чего вам понадобится стейдж? Это в случае аварийных процедур, если вдруг у вас что-то случилось, либо с основным источником газа, либо у вашего напарника с основным источником газа, либо вы попали в какую-то ситуацию, когда вам газа просто не хватило. Никогда не рассчитывайте свое погружение с таким расчетом, чтобы использовать стейдж. Стейдж – это всегда бэкап, это всегда аварийный запас. Ну, на этом у меня все. Субтитры создавал DimaTorzok